Привет! Наконец-то Узы Катуна. Новый мультик. Он давно его не выпускал. Очень давно. Сейчас он нам покажет, как он был в первый раз в кофе-фелке. Поехали! Хочешь развлечься? Стой, не лисай ты вниз. Залезь мне в сердце, а не в мой плаклиз. Ландал не слушай. Я как поганка могу засраться, но я не засранка. Я, значит, как-то лет пять назад решил вести здоровый образ жизни. Песенка будет в середине. У меня всего на пару месяцев. Качал, записался. Ну, знаете, эти периодические порывы начать новую жизнь с понедельника. Вот и меня накрыло. Пошел такой в магазин, набрал курино... Грудку. Пацаны, кто-нибудь подстрахует? Да, по-первых, я немного стеснялся, так как там все были такие красивые, спортивные... Фитоняшки, смотри. Заваливаю светом. Ну вот. Привет. Зато уже после первого занятия я чувствовал себя непобедимым. Да. Привет! Чувствия. Человек, откройте, пожалуйста, бутылку. Не работает. Но, проснувшись утром, я познал боль. Прошу, добейте меня. Более так сильно, будто в меня вогнали тысячу иголок и кинули под пресс. Я еле как добрался до работы и пахал там в режиме железного дровосека. Жестко, да? Это приятная боль. Ты понимаешь, что качался не зря. А походив в качалку месяц, я вообще стал чувствовать себя профессиональным б... Стал советовать друзьям, как правильно набирать массу. Чё ты дрищеват, тебе б на массу сесть. Так, Саня. Чё, знакомо, да? Да. Нужно есть побольше белков и меньше мышного. Хлеб! Кто сказал хлеб? В качалке вообще всегда своя атмосфера. Есть там и те, кто хочет вести здоровый образ жизни, соревноваться. Но также и полно непонятно кого. Позёры, телефонисты, маньяки. Я даже знаю чувака, который ходил в качалку с ведром KFC. Просто сидел, ел курицу и смотрел, как занимаются другие. Может, чтобы другие смотрели и завидовали? Те, кто ходил туда давно, часто сбивались в, так сказать, стаи. Они дружили, страховали, думали, мотивировали, хлопали по плечам, по ягодицам, выкручивали саски. В общем, они были твои банды. Банда Светита. Те тоже была банда. Так, клип. Да, все будет песня. Накачали, много тяжести тягали, в этом зале не впервой. Пресс заметил, глянь, какой. Друг поможет поддержать, вес большой подстраховать. Брат за братом и горой. Нет, ну пресс, смотри, какой. Какой-то подозрительный глаз, да? С мобильным позови друг с собой. Пресс, смотри, какой крутой. Будете друг друга трогать, страховать. Очень гейская песня. Выбирай станки, массажируй другу кожу. Кого черепа, находящий по конам гомофоба. Обычно это парни и девушки, которые не знают, с какой стороны подойти к тренажеру и как включить беговую дорожку. Сам наблюдал забавный случай. Парень вышел из раздевалки, встал на беговую дорожку, что-то там потыкал, поковырял, чуть не оторвал веревку для торможения дорожки. В итоге просто встал и начал залипать в телефон. И было задумано. Ну, было прекрасно видно, что он просто не разобрался, как ее включить, а спросить кого-то стеснялся. Вы думаете, как можно не разобраться в дорожке? Но не все так просто. Они были какие-то дорогие, навороченные. Там в ходу кучек, да. Я и сам первый раз тупил минут пять, прежде чем разобрался, куда нужно тыкать. Ну и, конечно, я не мог обойти тему фитоняшек, который был наполнен зал. Вообще, мне показалось, что большинство из них ходило туда не тренироваться, а пофоткаться. Да, и пофоткаться, да. И поприседать напротив мужской аудитории. Молодой человек, вы меня не подстрахуете? Да, конечно. Вот, смотрите, я хочу три подхода губы трубочкой, потом сердечко... И потом... Поможет? Не переживайте, девушек, которые... Правда, жизни, да? ...там тоже было достаточно. Также в тренажерке меня не обошли стороной и неловкие ситуации. В одной из них я, выполняя становую тягу, немного перенапрягся в верхней точке. И изо рта очень громко вырвалось... Изо рта? Я сообразил, на что был похож этот звук. Изо рта? Смотрит множество глаз. Я не знаю, это они или нет. Что, жизнь не на... Да. А мне тем самым, что... А мне тем самым... О, как продолжать упражнение, специально издавая этот звук. Чтобы убедить всех в его... Специально. Ну, не до... Народ, занимайтесь... Блин, я даже так делала. Почему бы и нет? В здоровом... Да, иногда делаешь случайно, звук такой, как будто какой-то такой странный. Приходится реально так делать, продолжать, чтобы все думали, что с каким-то местом делаешь. До встречи. Пока-пока. Ой, я бы у него ходил, когда с другом. Я бы, короче, мужик, так, знаешь как, сжал в груди и сбыл такой... Ах! Ах! Ах, блядь! И такой женский голос дало? Такой прям, как будто его там... Бразерс пересмотрел, да? Блядь, он женский именно произносил. Женский? А уже большой голос? Не знаю, он такой взрослый, но нездоровый. Но это было... По-моему, это было еще трешовье. Блин, ну такой ролик прикольный, прям такой жизненный, да? Да. Просто кто-то пукал за ртом, а кто-то нет. А если из вас есть те, кто хотели кучалку, напишите в комментариях, есть ли у вас какой-нибудь курьезный случай. И пока.